приветствую всех так сегодня предлагаю вместе заточить скорее всего просто поправить ту заточку которая присутствует на этом ноже это линза конвекс как вам удобно вот нож по большому счету заточен но с моей точки зрения как бы есть такие эстетические огрехи которые я постараюсь исправить ну и естественно покажу все это вам вот давайте посмотрим на нож это нож nesmuk nordhunter ювелирная серия от компании южный крест он выполнен в традиционной традиционном стиле от южного креста то есть конвекс как вы можете видеть викарта оружейная насечка стало уже узнаваемо для южного креста нож очень удобно лежит в руке и за счет этой оружейной насечки это никакого скрежения нож довольно таки увесистый такой им смело можно что-то порубить порезать в общем я думаю у него есть свои поклонники у этой модели которые с удовольствием пользуются такими ножами вот и сталь на этом ножи cpr вот сталь относительно недавно появилась на наших просторах вот по своим характеристикам она похожа на сталь d2 d5 плохим составу но есть некоторые различия например как здесь углерод 1,2 процента для сравнения у d2 это полтора что очень сказывается на ударной вязкости и противокоррозионной стойкости делает ее более уязвимой к сколам то есть d2 хрома здесь 12 процентов это базовый уровень ну и что не делает ее в принципе нержавеющей да она сопротивляется коррозии но если попадет соленую воду то понимаете что нож коррозии сопротивляться перестанет также в составе присутствует вольфрам два с половиной процента ванадий 1,7 процента и молибден 1,4 процента в общем краткие характеристики данной стали они вполне себе неплохие вот но единственное еще такой момент у нее более сложная термообработка именно у сипеер чем у d2 поэтому цена этой стали немного выше чем d2 и d5 вот ну что предлагаю приступить к заточке я уже сразу установил переходник поставил я его на 72 вот потому как по той линзе которая здесь есть давайте поближе попробуем посмотреть вот смотрите здесь такое ощущение как будто вот немного начала появляться рекула пошел изгиб так что здесь но не очень все это равномерно здесь с этой стороны более ровно все идет ну и при более детальном рассмотрении а именно под микроскопом видно что заточка идет не полностью как вот мы делаем на заточном устройстве гладкая такая линза она идет как бы ступенькой и складывается такое ощущение что нож затачивался на руках так ну что наверное пока вот так единственный момент я наверное сейчас еще добавлю сюда хомутик потому что линия рекаса очень близко и наверно все таки я попробую это все дело защитить так ну что поставил я хомутик вот и нож буду зажимать так чтобы пятка и носик были на одном уровне чтобы такая улыбка получилось в общем округ ну а брюхо будет уходить немного ниже вот так ну и сейчас посмотрим что из этого будет получаться так маркер линза здесь сделано довольно таки широкая сейчас все это будем вместе смотреть так ну и чем затачивать ну я думаю сомнений не было ни у кого это будет в любом случае эльбор ну а финиш финиш будет ну я думаю это точно будет не чугун так давайте начнем с 50 на 40 потому что как таковая заточка как я уже сказал присутствует и нужно и мы просто поправить привести в более эстетический вид да не показал что нож в принципе еще режут слышите видите да как это все происходит режут уже не тот который должен быть так сразу настраиваюсь чтобы мне далеко не уходить так вижу что я вот так попадаю четко вниз подвода на угол угол 26 почти это что-то слишком слишком много вот так 24 и мне теперь нужно понять насколько он будет заходить наверх невозможно наверх чуть-чуть ну вот как то так как то так вот да все таки мои предположения предположение того что нож все-таки был заточен на руках они имеют под собой очень серьезное основание так 50 на 40 не пойдет 63 50 и ролик я так понимаю может затянуть и ролик это понимаю может затянуться 24 ну все давайте буду можно сказать по новой немного перепрофилировать подвод так что я вижу что я вижу я вижу еще он близко до низа подвода я еще немного не добрался но сама линдочка уже выравнивается где он здесь вот такая серьезная яма на носике так ну что вперед работаю так ну вот вот она уже более или менее такая красивая интересная и по отблескам я вижу что я уже начинаю подбираться как к давайте посмотрим что с этой стороны так ну что я могу сказать принципе особых трудностей я здесь не вижу здесь подвод стал сравниваться здесь все получше чем с другой стороны да еще нету выхода на рк в общем таким нехитрым способом я сейчас буду порабатывать подвод и выходить на заусенец ну и все предлагаю все это оставить за кадром потому что ну я думаю потребуется на это время а здесь по большому счету ну вот носик немного подправить здесь носик зашел здесь не особо ну и давайте наверно все таки уже покажу сформированный подвод посмотрим на то что получилось итак давайте смотреть на то что получилось вот такая получилась вот как вы можете видеть она ровная линзочка такая красивая вот так вот что у нас с этой стороны ну и с этой стороны у нас все то же самое так вот так ну что посмотрели какая получилась линза вот он заусенчик сейчас на этой стороне давайте вместе его подснимем как я это буду делать вот я начинал 24 ровно я совсем немного поднимаюсь он делаю 24 2 вот так и просто вот такими движениями коротенькими почаще снимаю заусенчик вот он весь на этой стороне и отсюда делаю тоже то же самое вот он ушел сюда потихоньку легкими касаниями по большому счету все то же самое что и на классическом прямом подводе ну и что давайте посмотрим насколько мне получилось это сделать камень еще грубой по большому счету вот пожалуйста чистый ровный срез все все можно приступать к зачистке подвода и уже наводить эстетику ну все в принципе давайте наверное немного расскажу по поводу выравнивания смотрите поставил изначально как я показывал вот в таком положении и пятки она 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 немного сужается пришлось мне чуть-чуть добавлять здесь и на пятки выходить немного дальше хотя выход из этого положения какой можно просто сделать вот так я чего-то сразу об этом не подумал ну просто сделать вот так и все пятка уйдет у нас сюда ниже у нас заход будет больше и соответственно верх подвода будет идти дальше ну вот сейчас в таком положении я буду это все выравнивать 2820 6350 и сейчас будет 2820 ну и финиш давайте сделаем вот на этой ленте с притиром вернее притир с лентой и паста будет 1410 так как нож у нас силовой рейс ему тонкий не нужен ему нужна агрессия в общем попробуем 1410 не понравится уйдем ниже ну в общем как то так так смотрите ну более менее эстетику я навел не знаю сейчас видно не видно но будет видно я сниму покажу вот эта часть камня работала и по заусинчику давайте еще раз к нему вернемся вот смотрите закончил я ну например вот я закончил да я делаю подъем на две десятки и начинаю вот такими вот короткими движениями возвращаясь почти в то же самое место откуда начинал срезать заусинчик я долго думал над этим экспериментировал и в итоге понял что ну сами понимаете мы подняли угол мы ушли ниже в любом случае при таких движениях заусинец будет связаться ну и будет сохраняться форма той же самой линзы когда вот вы по низу начали и ушли немного вверх то есть у вас не будет грубого вот этого микро подвода если это делать прямым способом да то у вас там получится такой треугольник здесь аккуратненько так заходим и все получаем такую же покатую линзу но без заусинца можете попробовать и я думаю у вас все получится вот таким вот макаром да времени нужно уделить на это побольше нежели на обычный подвод на обычной прямой но эффект от этого есть заусинчик снимается он срезается и все становится на свои места и линза остается на месте и заусинца нет ну давайте смотри ну вот можно сказать что все замечательно это 24 градуса на сторону все теперь эльбор пока здесь и мне нужен притир мне нужен притир я их охраню в отдельном пакетике и паста 1410 паста 1410 так ну и все здесь все просто наклеиваем ленту ПВХ на притир вот таким вот образом да разглаживаем чтобы не было нигде никаких бугров все ленту распределяем ах неровно наклеил ну это не страшно это всегда можно поправить вот так вот все так теперь паста 1410 1410 и немного наверное масла я добавлю вот так вот и все и наношу пасту на притир работать он будет только вот в этом диапазоне поэтому сильно далеко я там не размазываем так и теперь его надо правильно поставить хоп вот так вот и наверное еще можно все таки немножко добавить масла вот так вот разогнать пасту здесь так и заканчивал я 42,2 если я не ошибаюсь вот 42,2 даже пусть вот так вот будет чуть-чуть 42,3 и все и теперь вот такими вот движениями на себя аккуратненько буду работать да и здесь еще вот какой можно лайк хак применить вот по верху самый верх подвинули вот уперлись в пружинку и вот так спокойно поработали смотрите тем самым я вижу что у меня он идет по самому верху ай видите вот чуть-чуть ушел вниз и получил запил надо снимать менять ленту что это дает это дает очень ровную верхнюю линию давайте я еще раз наклею ленту ПВХ то есть понимаете да одно неаккуратное движение и все получаем моментальный запил и приходится ленту ПВХ менять а если еще глубже запилить это придет конец притеру то есть здесь нужно работать очень-очень аккуратно здесь уже идет работа больше наверное на эстетику на то как это все будет выглядеть так ну вот видите опять это время лишнее да которое убивается при неосторожном движении и приходится его терять если бы я это делал более аккуратно то ничего бы этого не произошло ну да ладно зато вы увидели что может получиться это кстати тоже довольно таки неплохо так все стоит ровно все стоит ровно еще чуть-чуть мосточка опять же вот зона работы притера вот она все и опять в самый верх ввел в самый верх и по верху вот так вот аккуратненько и я вижу что у меня он идет по самому верху вот она линия красивая она выровнялась и все теперь отсюда я могу спокойно работать вниз и у меня будет красивая ровная линза в общем вот таким вот макаром так ну что закончил я минут десять посидел вот так отработал притер и как видите опять я его запилил в самом конце одно неаккуратное движение и все здесь все готово давайте посмотреть на итог выглядит все что очень симпатично с чеком с чеком очень уверенно но чек он даже будет резать салфетку несмотря на то что это все таки притер была работа со свободным зерном заусенчик подъедался 14-10 ну вот пожалуйста на 24 практически с половиной градусов он еще и режет салфетку ну я считаю все получилось довольно таки неплохо ну давайте посмотрим поближе что здесь ну по-моему очень достойно давайте смотреть вот такая вот линза смотрите она ровная вся то есть без каких-либо переходов в общем нож уже выглядит совершенно по-другому ну и потому как он будет работать давайте возьмем плотную газету плотную бумажку и попробуем здесь сколько 48 практически 49 градусов смотрите насколько легко он это делает с таким углом с финишем 14-10 блин думаю что ж мне так мешает а я хомут то не снял вот вот ну в общем вот так вот ну режет нож совершенно по-другому выглядит он тоже уже совсем не так как это было все ровненько нет никаких переходов все красиво в общем таким вот нехитрым способом потихоньку не спеша можно сделать красивый линзовидный подвод который будет выглядеть очень хорошо и в то же время будет резать то есть тут эстетика и красота все в одном флаконе вот так вот был переточен по новой нож Nesmuk North Hunter от компании Южный крест со сталью CPR теперь он уйдет своему владельцу и я думаю он будет с удовольствием этим ножом пользоваться дальше ну а на сегодня это все всем спасибо за просмотр всем пока